Всем привет дорогие друзья, с вами Лоу Грид и сегодня у нас новая тема. Я немножко расскажу о скрытности, какое оружие для него нужно, какие таланты лучше взять, ну и всего понемножку. А приятного вам просмотра, погнали! Так, начнем. Мы играем сейчас за класс убийца, ведь скрытность лучше всего показывать за этот класс. Ну какие артефакты? Смотрите, есть плащ теней. Я не указал о этом артефакте в видео про артефактах, потому что я захотел впихнуть все в одно видео про скрытность. Ну что ж, начнем. Этот бесценный волшебный плащ много лет назад украденный разбойником из королевской оружейной. Носящий плащ может на короткое время становиться невидимым. И еще, вот важная часть. Чем больше плащ используется, тем сильнее он становится, позволяя разбойнику становиться невидимым чаще и на большой срок. Тут прокачивается плащ очень просто. Просто надо его использовать и ждать пока он прокачается. Ну он у меня уже максимальный. И да, давайте я вам покажу, что он дает. Вот мы видим врага. Я использовал этот плащ и стал невидимым. У нас 10 зарядов, поэтому мы будем оставаться очень долго. Вот маскировка. Укрывшись под плащом теней, вы получили временную невидимость. В этом состоянии враги не атакуют и не преследуют вас. Атака или использование магии, например, свитка или палочки, немедленно растеет невидимость. Вы останетесь скрыто, пока не отмените эффект или у плаща не иссякнет энергия. Ну у нас пока что максимально это. Смотрите, у нас есть некая фишка за убийцу. Это коварство. Ассасин затаился, продумывая свою следующую атаку. Его следующая атака нанесет 15 дополнительного урона и уничтожит обычных хоров здоровья, которые ниже 5%. Или боссов со здоровьем ниже 1%. Но это всего лишь начальный заряд. Ходов в состоянии невидимости 1. Атака станет еще сильнее через 3 хода. Ну, смотрите. Мы набираем коварство. Оно постепенно усиливается. Вот, смотрите. Оно уже желтенькое. Давайте я усилию это коварство на максимум. И покажу, насколько увеличится урон. Все, я увеличил на максимальный. Следующая атака нанесет 60% дополнительного урона. И, да. Вот, смотрим. Также у меня есть еще оружие. Клинок убийцы истощения. Клинок убийцы истощения. Это, кстати, самое лучшее оружие для скрытности. Ну, тут написано в описании почему. Ну, давайте сначала прочитаем. Небольшое волнистое лезвие из обсидиана. Несмотря на легкий вес, оно неудобно в применении, но смертоносно при точном ударе. Как раз точный удар мы делаем в скрытности. Это оружие эффективнее при скрытных атаках. Вот. Это самое важное. И я его сбалансировал на урон и прокачал на плюс 18. Ну, я уже такое делал с рунным мечом на плюс 19. Ну, вот, решил прокачать клинок убийцы. Так, вот. Мы заполнили заряд. И давайте-ка убьем злобоглаза. 260 урона. Хоть наш максимальный урон это 165. Ну, еще 8 дополнительного урона. Но при скрытности все же мы наносим больше урона. Кстати, и еще. Какие нам нужны таланты для прокачки, чтобы сделать этот билл очень хорошим? Ну, в первую очередь мы прокачиваем защитные тени. Разбойник получает один щит каждый второй ход, пока его плащ активирован. Разбой... Ну, да. Вот, смотрите. У нас уже этот эффект есть. Барьер. Это мы получили благодаря этому таланту. То есть нам будут наносить меньше урона. То, что у нас защитные щитки. Теперь, какой следующий талант? Ну, это должен быть удар из-под тяжка. Разбойник наносит на 1-2 бонусных урона при первой неожиданной атаке. То есть вы становитесь невидимым и делаете эту неожиданную атаку. Итак, со второго уровня нам нужно взять бесшумные шаги. Разбойник не разбудит спящих врагов, пока он на расстоянии 3 или более клеток. Или второй уровень этого таланта не подойдет вплотную. То есть мы можем подойти вплотную к спящему врагу, и он может нас не заметить. Ну, это все нам очень нужно. Кстати, у моего друга Кимберген Хмакса скоро будет видео про таланты. Так что ждите, он снимет. Ну, я вам могу показать все же на врагах и на боссах. Сейчас я вам это все покажу. Кстати, еще один смешной факт. Это асочка на прошлое видео про оружие. Кстати, еще хотелось бы сказать, что нам бы прикольно было бы кольцо меткости прокачано иметь. Ведь нам нужно не промахиваться в скрытности, ведь мы можем иногда промахнуться. Ну, вот это кольцо меткости нам очень сильно помогло бы. И еще мне повезло. Мне одежда разбойника маскировки. Руна маскировки. Эта руна позволяет своему владею становиться незаметным на фоне высокой травы. То есть мы становимся в траву, и мы на некоторое время становимся невидимыми. Итак, переходим к показу эффективности этого оружия и этого билда скрытности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok